Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как добраться до Диснейленда пешком, вдруг кто-то же, так же, как и я, любит гулять. Собственно, нас интересует станция-остановка Вальда Европ. Если вы остановились здесь, соответственно, вы можете дойти пешком. Это займет у вас где-то 30-40 минут. Если вы будете ждать поезд Рер, ну, соответственно, там тоже минут 30 это у вас будет. А тут хорошая погода, почему бы вы не прогуляться. Пошли со мной. Вот городок здесь обычный, тихий, ничем не примечательный. По-моему, одни новостройки. Ну, допустим, лично мы остановились в квартире, которая строилась, ну, вот за последние 10 лет это все строилось. Видите, активно все развивается, строить много, все маленькие кондоминимумы строятся, стоимость жилья. Ну, короче, в районе 260 тысяч за двушку маленькую, тысяч евро, естественно. Вот. Само метро вот там вот находится, куда я сейчас показываю. Вот это все здоровье на здании, дальше, дальше, дальше. Это, собственно, самый большой торговый центр в Париже. Ну, и там парковки дальше, и станция метро там, и все магазины, и все рестораны, кафе, и все, что хотите. Нам этого не нужно. Мы идем вот где велодорожка и пешеходная дорожка. То есть нам сейчас нужно выйти на выход из города в сторону Диснейленд. Диснейленд вот там, в той стороне. Соответственно, мы идем в ту сторону и выйдем на дорогу, которая ведет непосредственно к Диснейленду. Какое-то время назад, года 2-3, эта дорога еще не была сделана, и, ну, народ ходил по бочкам. Сейчас там все цивильненько, полностью сделана дорога, полностью, как бы, огороженная. Ну, как огороженная, сами увидите. Но там большое количество людей ходит, так что это абсолютно нормальный вариант так дойти. Вышли мы на авеню Эджи. Здесь стройка, ну, скорее всего, дорогу делают. И, собственно, городок, как бы, практически заканчивается. То есть вот последние дома, и поля начинаются. И нам, собственно, по полям, по полям вот туда идти. Там сейчас бегают спортсмены. Ну, естественно, город здесь не заканчивается. То есть вот вы видите, тут стройка, стройка. Вот новый дом, построенный в последние года-два. Потом, значит, слева там куча строительств. Вон, видите, краны, краны, все в стройках. А вот это вот уже, вот, видите, здание. Это здание, это у нас уже Tower of Terror, Disney Studio. Вот, то есть, ну, видите, да, расстояние? Расстояние небольшое. Единственное, что нам заходить придется с другой стороны. Потому что вот это все, это уже территория. Вот уже все территория Disney Land туда не зайти. Нам вот туда-вот туда и дальше-дальше. Все, вот городок закончился. И нам по вот этой дороге, где бегут спортсмены, едут велосипедисты вперед и вперед. Далее, доходим до моста. Внизу у нас Рер, ветка, и поезд заветка. Переходим в мост. Идем дальше. Затем по пешеходному переходу, по указателям. Аккуратнее, бетоны здесь, мама. Вот, идем. И по дорожке, по дорожке дальше. Собственно, нам нужно вот туда, вот туда выйти. Но, вот, видите, люди дальше идут. Вот, собственно, нам сейчас налево нужно будет повернуть. И почти пришли. Все, мы повернули. Это уже территория, как бы, Диснейленда. Соответственно, нам нужно до главной аллеи дойти. Справа у нас один из отелей. Дальше, вдалеке, вы видите самый большой отель, который сейчас марвеловский. Получается, ну, главный отель, он сейчас закрыт, который прямо на входе. Соответственно, второй по крутости, это марвеловский, он там дальше. И все. Дальше вы не потеряетесь вообще в принципе. Потому что вам идти просто прямо-прямо, и вы доходите до центральной аллеи, которая ведет к входу в Диснейленд. Далее, на мост вы не идете, а поворачиваете вот туда. Здесь у нас по пути автобусная станция. Собственно, вы можете взять автобус, приехать сюда. Но до ближайшей, откуда мы крючком идем, в Аль-де-Еврок, естественно, автобусы не входят. Они чуть подальше. Видите, везде есть указатели на вот этих вот стендах, буквы. Эти буквенные обозначения означают, какие автобусы останавливаются конкретно в этой точке. Сейчас я поближе подойду. Вот, смотрите. Обозначение, допустим, буква G, и автобус 17, и 38, и написано, куда они идут. Написано полностью расписание. И, в общем-то, вся информация, которая вам нужна. Оплачиваете вы билеты непосредственно у водителя наличкой. Вроде как картой можно, но, честно говоря, у нас вчера не получилось, у него не было. Далее. Это у нас уже станция конечная. Так, это парковка? Ну, в общем-то, вот там и РР внизу. Все, мы почти дошли. Что у нас тут на территории? Здесь у нас есть, ну, естественно, рестораны, Аймакс, кинотеатр, магазины. Вход. Это парковка. РР, по-моему, в другой стороне. Нет, вот, вон, видите, точечка. Это РР. А, значит, станция сама называется Марне Левали Шасси. Это конечная Дистан Ленда. И вот он вход в Диснейленд. Вход у нас через секьюрити. То есть вещи нужно показывать, складывать. Сколько мы времени потратили на то, чтобы дойти? Тридцать две минуты. Тридцать две минуты нам понадобилось, чтобы дойти пешком. В Диснейленд. 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 Диснейленд.